Война началась 22 июня 1941 года, жилая на Васильевском острове. Мне было 13 лет. И когда по радио сказали, что началась война, объявили, то я еще не понимала, что такое война. Ну, все волнуются, взрослые. Ну, война, война. Я же не знала, что такое будет. Только это было 22 июня. 23-го уже стали нас бомбить. И вот я поняла уже, что такое война. Бомбы летели сверху хорошо. Ну, тогда еще снаряды не летели, артастрела не было. А бомбы уже стали бомбить. И вот 25 июня нас со школой, не только нас, все школы эвакуировали из Ленинграда. Я попала в Любытинский район. Там жили мы на нарах, в школе, как бы не было. И до 24 июня там было, стали там тоже бомбить. И вот приезжали, а за мной некому приехать было. У тетушки, у которой я жила, она заболела. У нее рак там был. И приехала мама. У нее две дочки было. Она их забирала, а я с ними. А так как в поезде мест не было, они втиснулись, у них еще и билеты были. А потом столько народу было, про билеты уже забыли. Напихался полный поезд, а я на подножке осталась. И когда поезд пошел, я на подножке руками держалась, этот самый запорочный или как там, на подножке. А сзади мешок у меня был с одеялом и с подушкой. Но вдруг бомба попала в наш поезд. Наш вагон остался цел. Только кто был в вагоне, все так тряхануло, все друг на дружке. И я в тамбур. А дверь открыта была. Тогда уже там проводник ни при чем. Лезли все в этот поезд, лишь бы в Ленинград попасть домой. И я туда в тамбур влетела. И вот я в тамбуре этом, так ехала друг на дружке, считайте там, сколько было в поезде. Вот приехала в Ленинград. Здесь давали, это было 25 июля уже было. Хлеб по полкило. Были карточки уже. Хлеб давали по полкило. Начало, я вам рассказываю, начало блокады. Потом я на фронт пойду. И подумаем, куда же так много хлеба-то, зачем столько? Ну, как бы ни было. Это было по полки... И так это было до 8 сентября. 8 сентября разбили бадайские склады. Продуктов в Ленинграде никаких не было совсем. И стали и 25 ноября, 22 ноября стали давать хлеб по 125 грамм хлеба. Это всем, служащим, рабочим, и живенцам, всем и детям. А рабочим 250 грамм хлеба давали. И вот это было, начиналось 8 сентября. Бомбили, стали обстрелы, артобстрелы. Мы дежурили на крышах. Ребенок, ты кто там, неважно, кто мог, тот и дежурил. Значит, и вот там гасили бомбы. А бомбы назывались тогда зажигалка. Зажигалка, ну, они вот такие, они не очень большие. Но самое страшное, когда эта бомба падает, чердак пробьет крышу, она вот так вот крутится и загорается. И вот ее нужно щипцами прижать в песок, чтобы она не загорелась. Вот для того мы дежурили там. Она может быть и, ну, там проще, если где-то упадет на землю или что. А на крышах почему дежурили, потому что дом загорится, если ты ее не погасишь, эту бомбу. Она так крутится быстро. Ну, хоть я и шустрая была, а ведь нужно ее поймать щипцы в руках. И мне нужно в рукавицах, и мне нужно щипцами прямо надавить на нее, чтобы остановить. Она вот так крутится, эта бомба. Ну, а как же, конечно, да ни одну я бомбу погостила. Когда бомбежка, вот это страшное было, потому что они старались бомбить, вот именно уже знали, хоть там и леса, и зелень, но они знали, куда бросали. Много погибло, от бомбежки тоже много погибло, тоже. И бомбы, и артобстрел, и бомбы, и зажигалки, и фугаски. Только фугаска, если бомба попадает в дом, дом рушится полностью, хоть семиэтажный, хоть какой. Это называлось фугасная бомба. А зажигалка только падает, она горит, горит и пожар устраивает. А с 25 июля уже бомбежки начались. И я тут еще не дежурила, у меня эта тетушка, которая жила, умерла 8 августа. Я вообще одна. Так у меня сестра была родная, так она приехала, и сколько-то она сама в этом доме на Васильевском жила. Я там училась в школе. А потом этот дом попал в снаряд. И не так в дом, как рядом с домом, но там вылетели и окна, и стекла, и все. Вот. Это было уже в августе месяце. И август тетушку похоронила, так одна и стала август. А 8 сентября уже стали давать хлеб по 125 грамм хлеба. А так как в доме двухэтажный дом был, там уже от голода-то уже начали умирать, потому что есть нечего было, кроме 125 грамм хлеба. И вот там бабушка лежала, не моя, у меня нет, бабушки не было. и вот я ей взяла карточку, за хлебом пошла, себе ей взяла, и вот этот хлеб у меня с весов мальчик стащил. И вместо ее и мне остался один только кусочек. И вот этот кусочек я принесла и говорю бабушке, у меня украли хлеб, вот возьмите. она говорит, нет, и мы разделили пополам вот этот кусочек маленьких хлеба. Вот такое было время. И вот когда разбомбили дом этот в другом месте, я стала жить уже на Петроградской, на Петроградской, тоже на втором этаже. Там тоже снаряд попал в этот дом. И снаряд попал, вот тут у меня уже дом так разрушил, что у меня там свидетельство рождения и все там было. Все разбомбило. Это уже второе. А так как это был уже по-моему сентябрь месяц, и вот это время сентября месяца возила покойников, умирали. Ну, конечно, я не плачу рассказываю, а другие не могут даже это вспоминать и говорить. А я сильный духом человек. Везешь покойника или в простынь, или в одеяло, как там завяжут. И так вот возили морг этих покойников. Ну, на крышах также дежурили, никуда крыши не делись. потом электричество, но электричество уже в 42-м году не стало, в 41-м еще было, но воду брали в Неве ведрами, воды не было, канализация не работала. Это был сентябрь, октябрь, ноябрь, ноябрь, и когда еще электричество было, ходили трамваи. И вот такой случай был. Трамвай идет, день-день-день-день, и вдруг раз, снаряд, и снаряд не бомба, а снаряд, попадает прямо в трамвай. И там никто не выжил в этом трамвае, потому что прямо снаряд в вагон попал. Ну и хоть что, а помочь-то ты ничем не можешь. Но вскоре электричество отключили не стало. У нас ни света не было, ни воды не было. Воду... И вот там быстро очень замерзло. В ноябре месяце уже мороз сильный, под 40 градусов было. И вот а этот мороз и все замерзали. У меня, например, ноги отморожены. Тогда ведь не было, как сейчас, сапожки или что-то. А тогда все кожаное было, туфельки. И все замерзли. И все... Все это сильный мороз. И вот 42-й год начинается. В ноябре уже замерзла Ладога. И стали продукты привозить. Значит, в ноябре. И в ноябре, уже 25 ноября, уже прибавили, стало рабочим, стали давать 300 грамм хлеба, хлеба. всем остальным 200 грамм хлеба. Уже можно было ездить на машинах. Это был ноябрь. Значит, в декабре стали уже вывозить женщин, детей. Все. И вот 42-й год так и возили покойников, и так же бомбой гасили, и так же бомбили. Мороз под 40 градусов. Это что-то. И вот 2-го апреля у меня умирает мама. А мама, папа раньше умер, а мама лежала под Смольным, ее парализовала. И вот я туда пешком ходила, а сначала я с Васильевского ходила еще пешком мимо гостиного. И когда мимо гостиного проходили, он горел, и он уже дымился, уже огня не было, а только дым шел. И я это видела, я ходила в неделю раз к маме. А она мне, она не ела, она решила, все равно умрет. И вот этот 120 грамм хлеба она не ела, оставляла мне. Ей только воду приносили, какой там суп, там вода какая-то, бульон. И я в неделю приходила, она мне давала вот эти уже кусочки, какие она мне оставляла. И вот я прихожу 2 апреля к ней, а ее нет, говорю, а где моя мама? А мама на третьем этаже, я пришла туда, на ней пишут номер, как тут не запомнишь, она еще теплая, умерла, пишут номер, чтобы ее унести в морг. Вот, я это, при мне писали этот номер. И опять я ее хоронила, на саночках сама возила от Смольного по Неве, везла на саночках и похоронила в братской могиле. Это было 5 апреля. Оттуда шла, тут я плакала, у меня никого не осталось, ни мамы, ни папы, ни брата, брат погиб, у меня никого не осталось. Сестра была жива, также голодная была, и она уже не со мной жила, она там на Васильевском, вот, дом, который, ну, как же, попал снаряд, его не стало, и далее где-то жить надо и какую-то комнату, а я уже на Петроградской жила, и далее я, и осталась на Петроградской. Это все сложное это очень было. И сначала вот я ходила с Васильевского к маме, а тут уже я жила на Петроградской, и вот где стоит Аврора, вот тут я с Охтинской, а это же Охтинское кладбище, и я ехала, то есть везла пустые саночки по Неве, и вот ты везешь, тут покойник, там покойник, а мне нужно его объехать, а если я буду перешагивать, я сама упаду, я же тоже слабенькая была, и вот надо как-то потихонечку объехать, и вот таким путем я до дома добралась, жила я уже на улице мира в это время. И вот теперь 10 апреля мы договорились, четыре человека пойдем на фронт. Возраст мне 30-го, 14 лет должно быть, а это было 10 апреля. это было когда на Васильевском я в 8-й школе училась, ну и мы как-то еще общались, на Васильевском-то когда я была, у нас мысль была это в голове, пойти на фронт, а думаю ну какие нас кто возьмет что. И вот когда я надумала идти, а ехать не на чем, я пешком на Васильевске пришла, и мы собрались, ищи их трое, Саша Горностаев, Рая Горчихина, двоих я забыла просто. Вот. И договорились, приходим, вот где Пулковские высоты, ну где-то надо начать, или идти с Пушкинского, там когда немец уже подходил к нам, так там два километра уже было до этого, до Ленинграда, и поэтому думаю, нет, это Пушкин, а вот Пулковского, пошли с Пулковского, там же снаряды оттуда летели, и вот мы пошли туда пешком, а ну-ка в аэропорт, это мы шли с Невского, на Невском мы встретились, и вот мы пешком туда пришли, никакие, никакие, и оказывается, там штаб, вот где Пулковские высоты, были такие выкопаны землянки все, и вот в одной землянке это штаб был там, когда пришли, нас, конечно, не берут, вы что, смеетесь, вы же дети, а мне уже 16 было по паспорту, а им по 14, но почему-то у меня спросили, говорю, а мне 16, нам всем 16, их не дали спрашивать, в это время бой начался, и бомбежка, и вот с кем мы говорили, вдруг на нас как закричат, что вы стоите, вы видите раненые, берите, тащите, а у каждого бойца за плечами, ну, вот как рюкзачок, была там палатка, и вот эту палатку надо было взять, у каждого, потому что когда, вот если надо, допустим, стрелять, они на палатку, ну, ложатся, вот эту палатку сделают, чтобы стрелять удобно было, ну, и вот эту палатку мы снимаем у раненого, и на эту палатку ложим, и объяснили, куда, и мы везли в драффункт как-то там, там, где медперсонал был, и вот мы возили, а ведь тяжелый очень, и нам приходилось всем четверым, и вот одна девочка сразу ушла, она не выдержала, она как кровь увидела, так и ушла, она с трое осталась, вот, мальчик и две девочки, и вот с этими трое, мы три месяца эти и были, это, вот, когда четыре, нам было легче, два и два, а когда трое осталось, Сашка шел впереди, а мы сзади двое тащили, вот этого раненого, и не думайте, что это тяжело, это очень тяжело тащить их, одна палатка-то тяжелая какая, а тащить, это же не по ровному месту тащишь, и не рядышком, а когда ты до пункта дотащишь, это очень тяжело было, ну, вот это все перед глазами, тут объяснить-то очень трудно, ну, кровь перед глазами всегда стоит, лопаточки были там где-то подкопать, где-то пролезть, ведь окопы там без лопаточки там никуда, лопаточки были, там не хватало оружия для бойцов настоящих-то, оружия, война-то началась, у нас не хватало оружия, какое там дадут ребенку 16-летнее оружие, когда настоящим бойцам не хватало оружия, я-то научили бы меня, я бы и стреляла, но мне не дали его, в руках я держала его, показывал мне один боец, я говорю, хоть бы раз дали одного немца убить, потому что, ну, что ж это, быть на передовой ни одного немца, давай я тебе покажу, он показывал, где нажать, как стрелять, он мне все показал, а вскоре, вскоре меня ранили, контузили, и мне не пришлет ни одного немца убить, вот это я жалела очень, вот это я жалела, что я ни одного немца не убила, видеть видела, ненавидела, до ужаса ненавидела их, так бы вот своими руками задушила, потому что, а когда, да, когда мы пришли-то на фронт, да куда вы, дети, а мы пришли Родину защищать, это мы-то, дети, пришли Родину защищать, когда берут только на фронт 18-летних, я никогда о смерти не думала, нет, я не боялась, да меня не убьют, я не думала, что меня убьют, я таскала, там бомба летит или снаряд, но летит, меня не застал, я как-то все выживала. Когда бой был, жара невыносимая была, невыносимая, и когда раненых, они в крови, их тянешь, вот этот запах крови, вот этот запах был крови, а самое-то главное, кто говорит, спасите меня, а кто, если у кого-то ногу оторвало, да говорили, что не тащите меня, дайте мне умереть, дайте мне умереть, вот это, конечно, ужасно, выдержать, если не сильный духом человек, слабый, это не выдержать, это невозможно, взрослому невозможно, и поэтому я такая закаленная, я все это видела, у меня все это на глазах, а ребята-то какие, 18-летние погибали, их же жалко, он говорит, не тащите, дайте мне умереть, но он же молодой, ему же нужно, и дотаскивали, и без ноги дотаскивали, там отдавали, и их, как бой начинается, так идешь, таскаешь вот этих, я вначале, то я помню, пять человек, которых вынесли, это очень тяжелые раненые были, остальные я уже не считала, кто просто раненый был, а вот эти очень тяжелые раненые, у кого нога оторвана, у кого рука оторвана, вот эти, вот самые страшные, вот эти пять было, остальные раненые, они не могут идти, мы их таскали. А с кем я буду в немчать день рождения-то? Я одна, мама умерла, я говорю, 30-го апреля день рождения, я 10-го там была, но я помнила, что день рождения, не могу же сказать, мне сегодня 14 лет, когда мне было 16, я вот так рот держала, я не имела права рот открыть даже. Все, а как отмечали? Мы никак не отмечали. Да, но были, когда вот старше нас, так там были, где-то вот когда обедали, там щелкались где-то 100 грамм, выпивали, или что они, мы-то этим не пользовались, а там чокались, чокались, были 100 грамм, фронтовые 100 грамм, так и называли, фляжки были такие, с фляжки пили, и этот самый, с фляжки пили, а с фляжки только и пили, а там больше ведь никаких ни стаканов, ничего, кружка, у каждого была кружка, кружки были металлические, ложка, кружка, это все металлическое было, а иначе как, иначе разобьется все это. Мне какие-то дали штаны, я не помню, я же маленькая была, а там все большие, и какую-то гимнастерку дали, руки вот так вот закатывала, потому что все большое, я маленькая, а штаны вот так вот подвязывала, веревкой подвязывала, потому что ремень никакой не подходил, еще сапоги какие были, это что-то, ножка-то маленькая была, а сапоги-то большие, не знаю, где брали, но помню, что какую-то бумагу где-то доставали, пихали туда в сапоги бумагу, чтобы нога-то как-то, потому что больше, для нас не найти было обуви, вот так, там были и женщины, были врачи, и медсестры, но они законные были, они в возрасте, и они были как положено, у них и погоны были, и все, а мы дети, да мы даже об этом не думали, что у нас формы нет, у нас там, мы не думали, мы знаем, что нам нужно таскать раненых, и больше ничего, и будем жить, и чтобы он жив, каждый остался из них, мы только об этом думали, о смерти мы никогда не думали, даже не думали, что вот я умру, что меня сейчас выстрелит и попадет в меня, вот эти, которые взрослые, те еще, когда боя нет, стучали еще, домино играли там, у кого-то были, нам не давали этого, мы, что мы дети, так, нам никакого домино не было, а нам только поспать, нам только, когда есть возможность, только поспать, мы скорее бегом, Сашка в одно место, мы с ней и в другое, но с нами еще две было медсестры, вот где мы в землянке жили, я говорю, мылись мы до гола, раздевались и мылись, кто к нам войдет, всегда боялись, что на шухере, как говорили, кто-нибудь стоит, чтобы не влетел, или командир, или кто там, а то мы моемся, ну а что такое землянка, ты моешься, вода-то льется здесь, и здесь вода, тут же вода, когда-то она уйдет туда, а тут же жить надо, тут же спать надо, так же вот палатка, чтобы сырое не было там, мы не из ведра мылись, а поливали, в ведре брали воду кошечком и поливали друг на друга, на голову поливали, и вот так вот мылись, это мы вот девчонками, это все было в землянке, все в землянке, а потом, ну конечно, почему мы мылись так, потому что мы голые были, нам одеть больше нечего было, это же что есть, это же и одевали мы, потому что нам даст еще-то чего, там, если форма, так у них какая-то еще есть, а у нас-то ничего, нам только это дали, так где мы вам форму возьмем, когда вот сказали, вы же дети, это, вот это было тут сложности с этим, а потом, а когда спокойно все, боя нет, немцев нет, обед, стучат, кричат, повар, обед, вот эта коляска такая, возили на колесиках, на колесиках эту коляску, и вот обед, кто где сидит, никаких не было там, ни столов, ничего, кто где сидит, тот там и ест, только что это время обеда, тишина, ни обстрела нет, ни бомбежки нет, ни боя нет, то вот мы спокойно ели. Если, честно говоря, и есть-то во время боя не хотелось, мы даже забывали, что и есть надо, а вот когда повар говорит, ой, даже один раз-то разбил эту, вот повар, коляску-то эту, попал снаряд прямо в котел в этот, откуда-то котел привозили, а котел большой вот этот, снаряд попал, повар был ранен, но он жив потом остался. Нас кормили, кормили, мы голодные-то не были, но кормили, гречи тогда не было, тушенка была с перловой крупой, с перловкой, а гречи не было тогда. Потом считали гречу, потом, когда стали давать, я ела еще с перловкой, и тушенка. Американцы бросали нам консервы, мясные, американцы бросали, и вот эти консервы, также и на фронте эти консервы были, их распределяли всюду, самолета бросали, американцы нам консервы. Такая вкуснятина была, еще бы. Когда в Ленинград-то приехала опять, там чечевица была, там перловой не было, и никакой другой, там чечевица. И немцы листовки бросали, ленинградские матрюшки, не бойтесь бомбежки, чечевицу доедите, Ленинград отдадите. Вот такие были листовки бросали. Так я думаю, вот когда кончится война, ой уж, это чечевица я наемся. Куда я только, вот возила, как санитарка раненых, все, больше там, и так, вот хватило. Вот эти бои, вот эта кровь, это, ну, блокады, это что? Вот там вот, это было страшно, вот эта кровь. Но в основном, когда бой, люди гибли, вот они, немцы идут, бои стреляют, значит, и, и наши стреляют. но у немцев, у них, как же сказать, даже у каждого ружье было, а у нас меньше народу было, потому что ружье негде было взять, и у кого ружье были, тот в рукопашную шел туда, а потом пускали туда, у кого ружья нет, так рукопашная только. когда встречались уже с немцами, так они, ну, как, борьба, что такое рукопашная, кто кого побьет, такое были. Но у них были ножи, вот у кого не было ружья, у того ножи были. Нет, у нас не было ножей, нам ножи не дали, мы только раненых. Кто знает, что бы потом было. Если бы меня не ранили, может быть, я так дальше бы и шла, и шла, может быть, так же бы, может быть, и дошла докуда-то, может, и осталась бы жива, и с ружьем бы шла, и ружье бы потом дали. Когда началась бомбежка, и снаряд, и снаряд как попал, и нас разбросало все, кого куда, а кого мы в это время мы тащили в палатке раненого. А он кричал, не трогайте меня, дайте мне умереть, не трогайте меня, дайте мне умереть. А мы все равно тащили. и вдруг бах, снаряд. Он, конечно, умер, его убили, а нас в разные стороны разбросало. Вот меня контузило, ноги придавило мне. И это, честно говоря, это трудно вспомнить, вот этот момент, потому что я была контужена. И меня увезли, я перед глазами ничего не видела. у меня речь потеряла, слух потерялся у меня. Но соображала, я плохо даже и соображала, я уж не помню, как, что и было. Вот только помню, что нас разбросало. Я очнулась в госпитале, это на Петроградской, раньше называлась Скороходова улица, там госпиталь. И вот я там месяц пролежала, слышать я, плохо слышать, говорить речи, тоже плохо говорила я, тоже плохо говорила. Ну, как бы ни было, когда меня выписали, значит, из госпиталя, конечно, их я не нашла. Ни Сашу, ни Раю. Ну, в общем, я их так и не знаю, куда делись. Вот нас разбросало, вот это вот все. Это было все, так как меня... А, все же, этот самый, я пошла, я пошла туда, и уже меня не взяли. Ну, я уже туда одна пошла. И сказали, что нет. Вот, тем более из госпиталя вышло, мне не напряжение, да в конце концов, вы ребенок, что вам такое, 16 лет меня не взяли. А что мне оставалось делать? Это был уже конец июля, что-то вот так было. Вот, и я опять пришла в Ленинград, и что мне оставалось делать? Что как-то надо, мне рабочую карточку надо. А 16 лет... Ну, я пошла дворником. И вот дворником, куда больше идти-то было, я не знала. И мне рабочую карточку дали. Я получала 300 грамм хлеба уже. Вот. А что такое дворник? Это значит, дворник покойников возить, собирать, ходить этих покойников, где они лежат. Где-то лежат уже кто-то, сумел их в одеяло или в просон завернуть, кто-то никак. Немцев я видела так, когда их взяли в плен. И они были раненые. И вот я их видела раненых. И я же, хоть я немецкий учила, но что у них... В школе-то я немецкий учила. Но я не все же слова знала, что их спрашивали. Там был переводчик. Вот. И ни одного немца мы видели. Ни одного. Но они все были раненые. Ни одного не видела, чтобы он сдался или что-то. Были только раненые. Видели. Но все были худенькие. А когда вот эти... Поймали вот этих немцев, фрица, подходили. Фриц... Нет, как же мы говорили-то? Фриц? Я сейчас забыла. Как и говорила. Я уже забыла даже, как и говорила. Проклятый вот как. Ты проклятый фриц. Зачем ты нас убиваешь? А тот не понимает, что я говорю. Допустим. Они же русский не знают. Ты лепишь, лепишь, что ты его ненавидишь. Подохли бы вы все, что вы сделали, сколько у меня и брат погиб, и папа все погибли. Вот ты... А он не понимает русский язык. А все высказываешь ему. Все высказываешь. Было такое. Как вы их ненавидели? Ой, проклятый фриц. Так вот и говорили. Вот фрицы. А когда уже я с фронта... Меня не взяли когда уже обратно на фронт. Пять немцев взяли в плен и их вешали на площади Калинина. Вот тут мы, не только я, снег шел. Вот это я помню хорошо. Мы шли мимо Филянского вокзала. Снег падает. Мы пешком идем немцев посмотреть, вот этих уже. И вот они висели, пять человек. Генерал, лейтенант там. Ну, в общем, их пять. Генерал-то в возрасте. А молоденький лейтенант, он молоденький. На всем я не знаю, сколько лет. Я видела только пожилого генерала. И это... Ну, мы тут шли, и они одна тоже. Все идут. Кто в Ленинграде живет, идут, и я с ними иду. Посмотрели этих немцев. Ну, там генерал вот такой толстый был. Думаю, я там на фронте худенький все, а этот такой толстый. Ну, с погонами висели они. Висели. Прямо их повесили. Ну, они заслуживали это. И там кто-то говорил, выступал, я сейчас не помню, говорил, вот этот генерал, сколько он погубил людей, поэтому кто вот здесь висит, они очень много погубили, много тысяч погубили людей. Какая там любовь? Там умирающаяся, какие там любовь? Там в бой идут, тут же и умирают, тут кто умирает, тут прямо и падает, умирает. А кто ранен, мы возили. А тут, когда бой начинается, в него попадают, он и падает, и умирает. И его уже пользы нет, никакой никуда не увезешь. Какая там любовь? Да и потом, в 14 лет, какой там любовь? Да и не думал никто об этом. Я замуж-то вышла, в 31 год был, потому что я так уже настрадалась, я всего боялась, я без родителей. Так я одна и была, уже 30 лет я все одна. Оболела, падала, сознание без конца теряла. И вот врач, помню, гинеколог, сказала, господи, ну с кем-то ты? Я говорю, да вот встречаюсь, он на три года старше, приведи его ко мне. Вот я к врачу привела, его домой, домой. Ну, а как она на меня закричит, ты ее не слушай, ей надо замуж выходить, и здоровая будет, и все. Ну, как вы думаете, без родителей, без родных, и голодная, и вечернюю школу кончила, и в институт поступила. У меня в голове только в институте. Ну, кто-то нравился, но я всех боялась. И о близости хоть с кем боялась. И в институте даже. Так, бомба. Если фугаска, она так... Вот так фугаска. Она еще летит с самолета, уже слышно, как она летит, эта бомба. А зажигалка, она и беззвучная. Зажигалка, бах, где упала, там и закрутилась. А вот фугаска, это ой как, ой как страшно. Это в голове вот эти бомбы фугаски. Так не одна летит бомба. Когда она начинает бомбить, они бросают. Одна за другой летит бомба. И вот они... Даже, не знаешь, пищит, звенит. Такой звук ужасный. И одна, и вторая, и третья. Они летят, и вот такой звук издают. Звук. А зажигалки там звука никак. Ой, как летят эти звуки. Вот так вот в голове они и звучат эти. Как они летят, эти бомбы. Потом бах, какой-нибудь дом, и дом разваливается. А были случаи, что дом-то развалился, а люди в блокаду уходили в этот бомбоубежище. А когда попадет этот бомба в дом, и засыпало бомбоубежище. И оттуда им не выйти из бомбоубежища. Засыпан. И вот что приходилось. И вот приходилось разбирать вот это все, чтобы дверь открыть. Вот когда я дворником работала, участковый говорит, пошли, вот там женщину что-то говорит, непорядок, посмотреть. Его, помню, участкового Леня звали, он молодой был. Ну, пошли, приходим. Первый этаж. У нее отдельная квартирка. Ведро стоит на плите. Вообще, мы буржуйки, тогда топили буржуйки. А тут плита топится, настоящая плита топится. Ведро стоит. Ребенок мертвый лежит на кровати, а ведро там что-то варится. Значит, мы спрашиваем, а что вы варите? Вот. Одного ребенка варит в ведре, чтобы накормить вот этого мертвого, который на кровати лежит. Ну, ее, конечно, отправили в больницу психиатрическую. Ну, как бы ни было, вот этот ужас был. Умерли, сама с ума сошла, и дети оба умерли. А в голове-то есть, что их надо накормить его? Так он там варит? Ведь тоже сообразить надо, чтобы его варить, чтобы мертвого накормить этим же. Вот такой ужас. Это уж, по-моему, ужаснее некуда было так. Тушенка, они бросались в ящиках. А ящики такие, они не деревянные, не пойми какие там. Я уж не знаю, как рассказать. Но знаю, что летит она, какие-то мешки. И в этих мешках несколько банок стоит, типа ящика. Там и вещи, и зимние вещи сбрасывали. Всякие были. И мне досталось, мне достались ритузы, и шапочка теплая достались мне. Ну вот. И распределяют. Люди специальные были. Кому тушенка. И делили. Вот этой организации вот столько-то банок. А много сбрасывали. Вот этой организации вот столько-то банок. А я в строительной организации работала. Помню, вот этот ящик к нам принесли. Так что там было, не спрашивайте. Нам хочется попробовать скорее. Какая там каша, чтобы хоть... Что это такое? за тушенка-то. А вот тут я и попробовала. Мне банка досталась. Ой, какая вкуснятина. Ой, 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 ой. Это знаете, что такое тушенка? Вот как наша копченая колбаса. А там вот эта баночка, она там нет. Вот как сейчас покупаешь, и там какой-то жидкость, жир там или что. Нет. Там просто как колбаса. И ты вот так разрежешь ее. Ой, какая вкуснятина. Так это... Это же с ума сойти было, какая попробовать эту вкуснятину было. А вообще, конечно, что мы ели? А весна началась. Крапиву, лебеду мы ели. Больше-то никакого только лебеда и крапива была. Больше там и зелени-то никакой не было. Мы только это и ели. Ой. Потом блокаду у каждого дома копали, сами сажали. Турнепс. Мы сажали турнепс, это я помню. А потом я выяснила, турнепс это кормят скотину этим турнепсом. А он такой сладкий. Если вырастет, так этот турнепс ешь. Он такой вкусный был. Турнепс Кур reagен Турнепс Был радио, телевизоров не было. По радио говорили. Там партизаны, там партизаны защищают родину. По радио говорили. В том-то районе, в том-то районе. А я решила, а почему я не могу защищать родину? Мне скоро 14 лет Я тоже хочу защищать родину Это еще мама не умерла Это так вот я думала И с девчонками говорили Мы это все обговаривали Что пойдем защищать родину А когда мама умерла Вот тут я точно знала Пойду А кому я нужна Я буду родину защищать Чтобы люди другие-то были живы Чтобы Ленинград Чтобы не попал немец в Ленинград Мы очень боялись Чтобы немец Мы защищали Ленинград Мы свой Ленинград защищали И не думали о том Умрешь ты не умрешь Я защищаю город Я защищаю свой город Чтобы немец не попал к нам в город А я даже помню И говорила одному Хотел попасть в Ленинград Вот, ты сам попал, тебя здесь убьют. А он ничего не понимает, все равно, что я говорю. А может, ты понимал? Откуда я знаю? Знал он русский, не знал. Вот так вот было. Родину, родину мы пошли. Тогда не было же никого, выгода какая-то или как. Это уж так совпало, что родину защищать, ну, там хоть кормили. Ну, когда я пошла, уже давали 300 грамм. Я рабочая была, карточка. Мне уже 300 грамм хлеба давали. Ну, а это родину. Тогда только за, да, еще за родину, за Сталина. Так и было. Ведь вот в бой идет, когда немцы идут, бой начинается. В ружье вот так кричали. Вот, рука вперед, за родину, за Сталина. Вот так кричали. А, значит, за родину, за Сталина кричали, когда никто не останавливался. Вперед шли сначала тоже момент. Командиры все. А командиры, это, значит, кончили училища, курсанты. Там их командирами ставили. И вот сначала они впереди шли, за родину за Сталина, когда говорили. Их много очень убивали. Так как вот их командиры, их надо еще учить. И потом приказ вышел, чтобы их вперед не пускать. Это Жуков так распорядился. Когда я пришла, там Жуков был. 268-я дивизия была. Там Жуков был. А потом, а когда уже меня ранили, уже Говоров был. Продолжение следует...